Всем привет, ребята, это наконец-то закончились все турниры в Москве, там, не в Москве, и мы продолжаем нашу любимую рубрику, рубрику камбэк. Да, я предлагаю за белый ход коня 3, очень идейный ход. Давай пожертвуем ладью просто на 1. Как мы это сделаем? Вот так вот. Так там же ферзь пройдет. А мы не можем никак о том выступать, попрекрасно? Мы можем 3D4 сыграть на СБ. А, вот так. На СБ ферзь, ну нормально бы. А, ой нет, там же слон будет весенний. А, точно. Придется брать, мне кажется. Ну да, хорошо. Мы можем всегда играть. Ну давай, король Е2, да. Ну достаточно, я думаю. Король Д3. Ну это так все известные шахматисты играли. Так, ну на СБ не очень хорошо расположен на самом деле. Он может с игрой попойти на Б3 и напасть на слонах. Самое важное это инициатива. Это же Банда. Угроза. Создаем угрозу. К сожалению, пока король никого не может нападать. А если мы каждым ходом создавать угрозы, мы не проиграем. Очевидно. А теперь мы дали двойной удар. Надо мы на F2 отдали по пути. Банда, почему-то все кончится. Ну не стандартная игра. Добились. Ушли из основных вариантов в Северном Гаммите в дебюте. А в нем есть основные варианты. Да, вот нам взянули на А6 и на Е4. Где лучше? Наверное, на Е4. Но и два не отдать. Так, ну вот еще на А6. Понятно. Ребята, играйте. Надо было на А4. По-любому это была первая линия. Да, ну тут начался экшен. Соперник решил зевать по-крупному. Ну, Гроссмейстера тоже зевает. Да. Причем тоже по-крупному. Ну, у тебя зевнул коня, например. И хотя и не гроссмейстер. Е6. Ну, я не могу спасти коня. Ну, конь сутри, и ладно. Не, будем меняться. Единь важнейшую пешку. И того у нас вышло очень много фигур. Да, но разноцветные слоны позавляют черным. Он надеется, да, быстро прорываешь. Вот. А, ты его хочешь поймать? Не удалось. Не удалось. Интересно, если сейчас пойти у ладья А6, пати будет выиграна? Да. С этим пеньем. Давай. Ты сначала слона-то побей. О, он даже не берет. Да, он легко выигран. Думаешь, легко? Конечно, король просто идет туда, и все. Ну, чего, на ходу и кончится. То есть, он сейчас по-черному расставится, как забрать тот? Ну, король пойдет в обход. Вот он сейчас на Д4, все, угроза создана. Как ее задержать? Солнце в 5 всего. Ну, уже придется сейчас пешке отдавать. Короле Е4. Ну, да, но слон идет там на А7. Не, ну что я вообще не знаю. А, ну здесь тащисть там B7 встанет, и просто ферс. Да. Вот так вот надо технично реализовывать Эншпорт. Не получится здесь быстрого мата, да? Да. Ну, не очень камбэк, на самом деле, хотя... Да, да, я был в этом. Давай покажем, что в худшее время оценка позиции была. Ну, минус 3, и так чуть плохо. Ну, вот тут был великолепный ход. Где он? Так. Вот, да, вот он. Коин С6, сильно. Да, но все-таки надо было брать на F2, и компьютер считает, что там еще он уже повыиграл. Наверное, не безостровательный. Ну, минус 3 не очень, можно прямо в этом ролике попробовать все, чем избилить. Надо создать минус 17. Знаешь, минус 17, просто раздавая материал создать, это значит вообще без материала что-то. Защита Лехина. Что, сейчас конь джерта что-ли? Не-не, я предлагаю, знаешь как? Смотри, А6, потом конь G5, конь А7. Ну, то есть опять вот эти планы с расставлением фигур по 8. Да, мы сделаем это хитро. Смотри, сейчас... Нет, здесь нельзя трогать фишки. Понимаешь, коня очень тяжело перетасывать. Вот, правильно. Он такой неповоротливый, если можно было бы на G8 поставить. Ну, посмотри, что люди посмотрят этот ролик, скажут, ребятам заняться не о чем. Посмотри, король на G8, конь на F8, а король на H7. Потом ладьян на G8, король на H8. А, вот так вот. Да. Поворачиваем индивидуальный план. Ну, получим... F8 это избыточная защита. И король на H7 под ринген. Сейчас мы вас провоцируем на активные действия необоснованные. И получим мат. Получим мат, да. Кстати, я будьте внимания, как конь на H8 хорошо стоять. За него мы уже давно получили мат. Ну, и что и так вот не загораем. Нет, ну, по-моему, пункт G6 у нас пока плотно держится. Жертвы пошли. Кстати, всегда, когда мы так играем, Никита заметил, что... Ой, ой, ой. Заметил то, что частенько наши противники закидывают какие-то жертвы. Да, ну нам мат, понимаешь? Что за голод? А че, все, приплыли? Ну да. Мне кажется, есть там что-то такое. Гениальная защита, посмотрите. Соберник, я думаю, уже в шоке. А вот. Нам дали пару шансов. Да. Вот поэтому сильнейший ход, и где шансы, что-то пока не очень видно. Конь H7, может? А, ну, Ферзь Е8. Вот все идет пусто. Конь H7 поберет. Да, да, да. Ферзь Е8 защитили на G6. Ну, Конь H7 действительно. Сейчас Ферзь идет, и потом Ферзь Е8. Не, ну, нужно как-то уже подключать фигурку к защите. Да, вот эти, вот эти вот. Я А8, Конь Б8, Солнце. Они учатывают. Вот если бы это можно было сделать одним ходом, то мы бы поставили их на три пустующие клетки на восьмой горизонтали, и у нас было бы отлично. Они и так на восьмой горизонтали. Я говорю про пустые клетки. Так, там сейчас что-то грозит. Ты думаешь, что грозит, да? Потом прицелет Ферзь Е8, все равно. Ну, это, конечно, уже побьет. Не, ну, на G6, конечно, страшно выглядит. Надо коня куда-нибудь. Конь хороший, защитник. А, H8, да, тогда будет нормально. Может быть, D6 уже бьет пара? А D6 Е6. Д6, ее побьет, побьет, и ладья Е1. Так, ну вот, хочет сдвоиться неприятно. Может, уже фигуру какую-нибудь скинуть за темп, за лишний? За D6 играть. Ну, D6 Е6. Так, хотя бы коня на F6 поставил. А, ну, как нам своих парней в бой вводить? Ну, пора, да, согласен. Чтобы коня можно на C6... Меньше парней легче выводить. Так, это Ферзя придет, приходится отдавать, да? Ну, да. Так, ничего у нас здесь по материалу? Нет, у нас не хватает чистого ферзя, поэтому сопротивление обречено на... Ой, вот видишь, уже... Уже не лишний клязь. А что, разве нет? По-моему, он очень даже лишний. Что, на F7 ем? Или конь F6? На F7 ем точно. Не видел. Конь F6. Вот сейчас он пешку G только накатит, это будет неприятно. Сейчас он 5 будет. Ну, и что, сейчас побьем просто. Он будет отбить, интересно? Так, ну, теперь у нас мощнейший, мощнейший парень. Мы не удержим эту позицию тоже. У нас мощнейший парень на Е5, я верю. Так, сейчас... У нас сейчас... Ладюна на F8. Ладюна на F8, быстрее. Да, у нас же пешки начнут ездить. Нужно переходить в контратаку как-то. Ну, каким образом он это может сделать? Вот он сейчас будет цепляться к пешке F6 и D6. Вот скажем... Не знаю, что... Что будет здесь цепляться-то? Вот скажем, если у него сейчас не было 5 пешек, то мы в эту позицию держали. А вообще это выигрывается? Без 5 пешек? Да. Конечно, легко. Белыми, разумеется. Да нет, тут третийся настолько безнадёжно, насколько вообще какая-нибудь позиция может быть безнадёжной. Ну, а какой у белых план? Пешки толкать? План дать мат просто. Белые два раза нападают на какую-нибудь фигуру и... Все. Партия заканчивается. А, не держи. Да. Например, у води 1 и 2, вот. А, и что? Все-таки у меня 1 там будет. 1, да ладно. Он не плохо играл. Да. Дадим ему поставить мат. Да, ну нельзя, походу, так жёстко. Не успел. Пешки отрезали, грамотно. Да, можно, можно. Надо было постановить 4 и уже начать реагировать, конечно. Да. Ну, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok